Здравствуйте! На библейском портале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня такой практический вопрос, к сожалению, достаточно часто встречающийся в жизни. Обманувший меня человек покаялся, но я не могу ему больше доверять. Как вернуть доверие и возможно ли? Ну, вопрос здесь как бы такой многослойный, и поэтому это вопрос о доверии и одновременно о прощении. Если мы говорим о прощении, то простить можно и нужно. Особенно покаявшегося человека, конечно, нужно простить. Что касается доверия, то утраченное доверие само собой вернуть невозможно. Требуется достаточно продолжительное время для того, чтобы вы убедились, что это покаяние не просто слова. Действительно, ведь слово покаяние все-таки обозначает в первую очередь изменение, не просто сожаление, не просто просьба о прощении. И человек должен реально делом доказать, что этой ситуации больше не повторится. Ну, примерно как... Представьте себе, что среди ваших близких людей есть алкоголик или наркоман. Он искренне просит прощения, обещает больше этого не делать, но вы-то знаете, что, скорее всего, опыт ваш уже подсказывает, что человек, скорее всего, не выполнит данного обещания, даже если сам он искренне в это верит. Вот этот образ позволяет нам помочь, что делать вообще во всех остальных ситуациях, например, в случае обманувшего человека. Когда можно будет ему доверять? Ну, когда пройдет какой... Когда можно будет доверять алкоголику? Когда пройдет достаточное время для того, чтобы вы могли убедиться в том, что этого больше не повторяется? Да, если человек не был алкоголиком, это был разовый какой-то срыв, какая-то разовая ситуация, совершенно нетипичная для ваших отношений, совершенно нетипичная для самого человека, то здесь, как говорит восточная мудрость, то, что случилось однажды, скорее всего, может быть, больше никогда и не повторится. Но при этом та же восточная мудрость утверждает, что то, что случилось дважды или трижды, скорее всего, повторится снова. Если этот человек регулярно обманывает вас или кого-то другого в этом знаете он искренне просит прощения то у вас нет оснований ему доверять просто нету оснований ему доверять вы можете его простить но я бы рекомендовал я думаю любой здравомыслящий здравомыслящий человека рекомендовал бы то же самое строить с этим человеком отношения так чтобы у него не было возможности обмануть вас по крайней мере в существенных вопросах знаете как с одной стороны в евангелии например сказано что если ты дал человеку взаймы не жди что он тебе вернет но мы в практике своей все-таки ждем что люди будут нам свои долги возвращать и регулярно расстраиваемся от того что эти люди нам долги не возвращают и поэтому есть такая хорошая мудрость давайте взаимы столько сколько вы готовы подарить вот если вы с обманувшим вас человеком готовы дальше строить отношения таким образом что да если он вас обманет то это все равно что вы готовы были бы ему подарить то и нормально вот а если вы у вас есть нечто что вы подарить ему не готовы и этот обман несет вам столь существенный ущерб которому вы были бы точно на который вы были бы точно не согласны то я бы советовал все-таки такому человеку не доверять внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео